В эфире итоговая информационная программа в студии Алена Куколева. Здравствуйте! О событиях этой недели вам расскажут наши авторы. Смотрите в этом выпуске. День криминалистики России. Кому придется пройти полиграф. Бризанские терапевты вошли в топ лучших в стране. Город вгоняют в краску, как граффити приобретают популярность. И 25 тысяч курнесушек погибли в результате пожара на Окской птицефабрике. Поездка в Солочи может стать теперь не только долгой, но и нервной. Уже не первую неделю жители региона страдают от неразберихи на автовокзале в торговом городке в Рязани. Ближе к выходным там собираются толпы граждан, которым стало трудно уехать в сторону Солочи или Агропустыни, поскольку теперь автобусы отправляются строго по расписанию. С какими проблемами сталкиваются рязанцы, желающие воспользоваться общественным транспортом, знает Галина Ершова. Вспышки недовольства, висящие в воздухе негодование и молчаливое терпение. 6 октября в Рязани вступили в силу изменения движения пригородного транспорта. Их два. Теперь маршрутки ходят по расписанию, и билет необходимо приобрести в кассе автовокзала, а не у водителя. Нам просто вернуть прежний уровень. Набралась маршрутка, уехала, набралась, уехала. Эльвира представляет инициативную группу из Солочи. Они уже писали губернатору, президенту и в прокуратуру с просьбой вернуть прежнюю систему. Официальный ответ пока не пришел, но администрация города уверена, что трудности, с которыми сейчас сталкиваются люди, это временное явление. Я лично наблюдаю за ситуацией, приезжаю в часы пик на автовокзал, очередей на вокзале нет. Вся автобусы ходят по расписанию. В зале ожидания можем с вами пройти, посмотреть. Мест хватает. Люди в кассе, тоже очереди, буквально 4-5 человек. Пассажиры имеют другую позицию. Их раздражает расписание. Время отправления транспорта ежедневно корректируется на основе исследований пассажиропотока. Таким образом, прибытие маршрута постоянно смещается от 5 до 15 минут. И предсказать, во сколько ты завтра уедешь с автовокзала, стало даже сложнее, чем раньше. Кассир только вышел. В 8 часов. У меня три машины. Мне нужно обилетить три машины. Вот. Мы выехали, хотя по расписанию 8 часов должен отходить. А выехали мы 20 минут 9. Почему сразу не отпустить? Если народу много в час пик, можно же две на одно время отправить, чтобы людей посадить. А то, что мы должны сейчас еще 10 минут стоять, пока подадут. Они стоят там, мы стоим здесь. Утвердить итоговую версию расписания обещают до 23 октября. Насколько оно будет соответствовать реальным запросам граждан, покажет время. А пока возникают вопросы по наполняемости транспорта. Даже если в машине есть свободные места, занять их бывает невозможно. По новой системе продажа билетов на маршрутке заканчивается за 5 минут до отправления транспорта. Мы опоздались на 2 минуты. В маршрутке 3 места свободных. Она отъезжает, нам продают на другую маршрутку. В свободные места проблемы не только пассажиров, которые не смогли купить билет. Настоящей головной болью они становятся для водителей. Можно ехать и 5 человек взять. И 3 человека с одним на полку по одному даже направляют. Тенденция уже такая идет, что все автобусы идут с загрузкой 95-100%. Мы нашли ту золотую середину, которые пытались к ней прийти. Разница мнений в вопросе об изменении движения пригородного транспорта очевидна. У каждого свое представление о том, как разрешить сложившуюся ситуацию. С одной стороны, нововведения призваны объединить стандарты обслуживания в вопросе перевозки пассажиров. С другой стороны, граждан устраивала старая система. Понадобится время, прежде чем станет понятно, действительно ли новые правила проезда облегчили жизнь рязанцев. Платить за общественный транспорт в Рязани теперь можно бесконтактными визами. Транспорт Рязани оборудовали специальными устройствами. Переход на электронную систему оплаты проезда стартовал осенью. Анна Герцовская обо всех нюансах. В таком общественном транспорте, как троллейбусы и автобусы, у граждан появилась возможность оплачивать проезд не только обычными деньгами, но и с помощью банковских карт. Информация об этом размещена на бортах и в салонах пассажирского транспорта. Оплата будет возможна только в том случае, если ее производить с помощью карты с бесконтактной технологией Visa Payway. Те владельцы, у которых есть банковская бесконтактная карта платежной системы Visa, вне зависимости от банка-изготовителя данной пластиковой карты, могут воспользоваться проездом. И с этой банковской карты будут списаны ровно 18 рублей, без всяких комиссий и дополнительных платежей. Для оплаты владельцам банковских карт не придется передавать их в руки кондуктору. Достаточно будет приложить визу к терминалу. Он очень прост в использовании. И хотя сейчас в городе не так много пассажиров, желающих оплатить проезд с помощью банковской карты, проездные тоже электронные. И оплата производится также через терминал. По нескольким причинам это намного проще и удобнее, чем использование обычных бумажных проездных, которые были раньше. Хотите, я вам покажу, насколько это проще? Вот смотрите, льготная карточка, одно движение и вот билетик. На руку транспортным компаниям еще и то, что школьники или студенты, желающие проехать зайцем в троллейбусе, практически не имеют шанса это сделать. Нет, сейчас вот с новым терминалом они не могут, потому что сразу карточка, сразу терминал мне выдает надпись, что карта была использована в течение ближайших пяти минут. По одному проездному терминал может выдать билет не раньше, чем через 10 минут. Вот такие технологии. Причиной пожара на Окской птицефабрике стало возгорание электропроводки. Об этом сообщили на сайте регионального правительства. Губернатор Олег Ковалев в своем заявлении по этому поводу подчеркнул, что владельцы предприятий должны следить за исправностью своих объектов. Я крайне удручен этим фактом и буду жестко подходить к вопросу соблюдения правил пожарной безопасности собственниками промышленных, сельскохозяйственных и социальных объектов. Им необходимо постоянно держать эту тему под контролем, по-другому нельзя. Я хочу, чтобы владельцы прониклись ответственностью, иначе возникает риск жизни, здоровью и потери имущества. Счастье, что люди не пострадали. Напомним, вечером в среду на Окской птицефабрике загорелся склад. Огонь тушили 8 расчетов и 24 пожарных. Ущерб от пожара до приблизительно 5 миллионов рублей. На предприятии погибли 25 тысяч кур. Это половина поголовья, находившегося в курятнике. Когда на почте большие очереди, у граждан есть возможность их избежать. Позвоните на единый телефон Почты России и пожаловаться на затор более пяти человек. После этого в отделение должен поступить сигнал, и дальше сотрудники предпримут все меры для ликвидации затора. Например, привлекут к обслуживанию клиентов дополнительных работников. Наш корреспондент выяснила, работает ли эта система. Для эксперимента съемочная группа отправилась в отделение номер 27 на площади Попова. Ранее рязанцы жаловались, что здесь сотрудники порой вовсе не обслуживают граждан. В этот раз очередь состояла из 15 человек. Люди обслуживались через одно окно. Второй компьютер стоял без работы. Я в порядке очереди. Жду. Какая у вас сейчас по счету? Ну, седьмая получается. Восьмая. Девятая. Очередь движется не всегда быстро. Если бы был второй оператив, конечно, было бы все намного быстрее бы. Позвонив по номеру 8 800 258 88, можно пожаловаться на очередь более пяти человек. Так как ситуация оказалась подходящая, мы решили это сделать. Вы позвонили в центр поддержки Почты России. Пожалуйста, в Туновом режиме введите индекс отделения, в котором перед вами очередь более пяти человек. 3 9 0 0 27. Информация получена. Спасибо, что помогаете делать Почту России лучше. Ждем. Пока мы находились в ожидании изменений, начальник отделения объяснила, почему на почте наблюдается стабильная нехватка кадров. Сама Анна сейчас болеет, но позволить себе уйти на больничный не может. Работать не можем, если только шел бы народ работать сюда. Зарплата очень маленькая. Никто не идет. Начальник отделения сказала, что при большом скоплении людей она помогает оператору. Сейчас же она была занята внутренними делами – обработкой почты. Ну вот я сейчас позвонила. Они как-то вообще вам перезванивают, чтобы очередь умешала? Ну вы слышите телефон, меня не звонит. Нет? То есть как бы это бессмысленно, да, звонить по этому номеру? Это все вопросы к моему руководству. А сколько человек вот так вот в очереди примерно каждый день находится? Ой, ну человек 30-25. Прям бывает, да? Бывает, да. Бывает и на улице стоят. За 20 минут помощников у единственного оператора не появилось, а очередь сдвинулась на три человека. Система не работает. Возможно, наше обращение это отделение получит по почте, а не с помощью телефона или интернета. Тогда это произойдет не скоро. Около двух недель назад в интернете появилось сообщение, которое гласило, что в городе орудует маньяк. Информация о том, что преступник приехал из другого города и уже приступил к незаконным действиям, быстро разлетелась среди горожан. Однако очень скоро выяснилось, что маньяк вымышленный. И вся эта новость не более, чем плод воображения юных резанок. Можно ли так шутить и чем оборачивается подобный юмор, расскажем в следующем материале. Доверчивые люди или ответственные граждане. На прошлой неделе в социальных сетях появилась информация о маньяке, который якобы орудует в районе улицы Высоковольтной. Новость была опубликована на личной страничке одной из рязанских студенток с пометкой, что она чудом смогла убежать от маньяка. Сообщение имело эффект разорвавшейся бомбы. Его быстро подхватили популярные группы и информационное агентство. Я серьезно заволновалась, потому что мне писали несколько людей об этом. Мне во всех диалогах написали по этому маньяка. Просто мне переслали ряд сообщений, в которых говорилось о том, что маньяк разыскивается. Сообщение оказалось неудачной шуткой. Девушка хотела проверить эффект так называемого сарафанного радио и разыграла своих друзей. Она думала, что те быстро раскусят ее хитрость, но дело приняло серьезный оборот. В погоне за сенсацией журналисты не проверили информацию, и новость мгновенно разлетелась по городу. Полицейскими по данному факту была проведена проверка, по результатам которой данная информация не подтвердилась. Если есть преступление, то о данном факте незамедлительно становится известно полицейским. Принимаются достаточные меры для устранения какого-то неправомерного действия или выявления преступника и последующего его наказания. Подобные информационные вбросы происходят нечасто, но темы для них выбираются очень серьезные. Разжигание межнациональной розни, сообщения о заложенной бомбе или теракте. Сотрудники полиции отслеживают публикации в сети на предмет достоверности фактов. Но для обнаружения ложных сведений нужно время. Многие женщины, девушки прям забоялись. Я тоже забоялась, но я с московского района, поэтому мне как бы не особо это касается. Но мне лично эта ситуация не понравилась. Ну это абсурд. Глупый вопрос, приходит маньяк, тут хоть из дома страшно выйти, не то что девочка, парня. У меня был такой порыв, тоже кого-нибудь отправить, но мадам такая нет. Я считаю, что данные шутки являются плохими, потому что человек должен отвечать за свои слова. Если у человека плохая нервная система, то это может привести к весьма тяжелым последствиям. Думать надо над тем, что человек говорит. В данном случае полицейские решили ограничиться профилактической беседой с Рязанкой. Но следует помнить, что подобные шутки могут обернуться для их авторов уголовной ответственностью. Общество тоже не должно оставаться в стороне. И при сообщениях об опасности в первую очередь обращаться к проверенным и официальным источникам. 17 рязанских терапевтов вошли в 500 лучших специалистов страны. По инициативе Министерства здравоохранения в России сформирован независимый рейтинг терапевтов. В нем участвовали около 50 тысяч врачей со всей страны. Я и не ожидала, что такое исследование будет проводиться. Но в принципе очень приятно, что стараешься, как говорится, к больным относиться очень внимательно. И что больные оценили мою работу. Мне очень приятно. Светлана Пескунова уже больше 30 лет работает врачом. Терапевтом решила стать благодаря мужу военному. Из-за частых командировок они вместе объездили всю страну. А устроиться на работу терапевтом Светлане казалось проще, чем имея другую специализацию. Благодаря стечению обстоятельств наш город приобрел замечательного профессионала. Ежегодно через ее заботливые руки проходят около 6 тысяч человек. Общение с людьми, помощь в поддержании здоровья и профилактика болезней. Наталья Парникова 17 лет работает врачом. После окончания вуза мечта маленькой девочки исполнилась. Наталья надела белый халат. Каждый день она с удовольствием идет на работу и до сих пор по-детски радуется каждой победе. Когда пациента вылечил, он приходит, его радость, его блеск в глазах. Вот это вот, наверное, больше всего эффекта от твоей работы. Найти свое призвание и быть полезным людям – один из секретов счастья для каждого человека. Наши терапевты ежедневно доказывают это личным примером. Если все люди будут получать удовольствие от своей профессии и с улыбкой идти на работу, то Рязань вскоре станет лучшим городом мира, в котором приятно и комфортно жить. То, что не составляет труда для одних и для других, становится непреодолимым препятствием. Например, обычная ступенька на пути человека с проблемами опорно-двигательного аппарата. Чтобы этого не происходило, для людей с ограниченными возможностями здоровья создается безбарьерная среда. Библиотека имени Горького на сегодняшний день оснащена всем необходимым для того, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья чувствовали себя здесь комфортно. Пандусы, лифты, а также специальный подъемник для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Я считаю, что наша библиотека – она одна из самых лучших мест в Рязани, где есть доступная среда для людей с инвалидностью. Именно в новом здании я имею в виду, в новом здании, потому что здесь есть лифты, здесь есть пандусы, здесь очень просторное и хорошее пространство, тут оборудованы туалеты. Владимир – постоянный посетитель и друг библиотеки имени Горького, один из тех, кого сегодня мы называем людьми с ограниченными возможностями здоровья. Проблема с опорно-двигательным аппаратом не позволяет ему передвигаться без костылей, но делает он это без посторонней помощи, так что проблема доступной среды, по его словам, перед ним стоит не так остро. Однако, занимаясь общественной работой в Рязанском отделении Всероссийского общества инвалидов, он лучше других понимает, что безбарьерная среда – это не просто должное оснащение зданий, улиц и общественного транспорта. У людей, у которых есть проблемы, те же самые передвижения, например, для них, я считаю, очень остро стоит вопрос общения, потому что, так как у них не только физические проблемы, но и еще проблемы взаимодействия с окружающим миром, и люди часто находятся в изоляции, люди часто одинокие. Сотрудники библиотеки имени Горького помогают справляться и с этой проблемой посредством различных социальных проектов, праздников, выставок и творческих встреч. Все это помогает людям с ограниченными возможностями здоровья общаться, развиваться, делиться с окружающими своим опытом и своими талантами. Елена Васильевна и Татьяна Федоровна – мамы детей с ограниченными возможностями здоровья и постоянные посетители всех мероприятий, которые проводятся библиотекой. Они лучше всех знают, насколько важно для их детей общение. Наши детки очень с удовольствием сюда приходят. Для них ведь главное – общение для таких детей. Лишняя площадка, где можно пообщаться и что-то интересное узнать, они с удовольствием посещают. Это не просто важно, это необходимо, как дышать. Людям это необходимо, потому что действительно все ограничено. И знакомство, и общение, и выходы, и все ограничено. Это просто как глоток свежего воздуха. Немаловажно это и для самих сотрудников библиотеки. Не только мы, как государственные учреждения, нужны этой категории людей, детей, но и эти люди нужны нам. Они делают нас, мы надеемся на это, лучше, добрее. Мы научились понимать потребности детей и взрослых, имеющих эти проблемы. И находим с ними общий язык. Мне кажется, к взаимному удовольствию. Библиотека имени Горького не единственное учреждение в Рязани, где создаются комфортные условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня уже есть уверенность в том, что в скором времени доступная среда в нашем городе станет повсеместной. На этой неделе 62 года исполнилось службе криминалистики России. Это активная история, в которой каждая деталь может стать уликой и помочь в раскрытии преступления. Это и есть ежедневный труд экспертов-криминалистов. Вот чемодан, с которым я выезжаю на места происшествий. То есть здесь все необходимые, скажем так, те вещи, которыми наиболее часто я пользуюсь на месте происшествий. Искусство быть особенно внимательным и видеть все, что не заметил бы обыкновенный человек, постигается годами и становится привычкой. Хотя работа криминалистов по существу становится доказательственной базой в любом расследовании. Задача следователя – обнаружить все криминалистически значимые объекты, которые мы здесь заранее располагаем. То есть все следы, все предметы, которые могут иметь значение для расследования такого уголовного дела. Правильно их описать, правильно их изъять, упаковать. И, соответственно, грамотно оформить протоколы смотрами с происшествиями. То, что привычно для криминалистов, мы с вами могли видеть только в кино. Это монотонный и напряженный труд, от которого зачастую зависит, восторжествует ли закон и справедливость. В Следственном управлении Следственного комитета России по Рязанской области на настоящий момент трудится шесть экспертов-криминалистов. Службе криминалистики уже 60 лет, а вот первый полиграф, или как его иногда называют, детектор лжи, появился еще в конце 19 века. Сейчас исследование на нем проходит не только подозреваемые в преступлении, но и сотрудники некоторых ведомств. Современный полиграф регистрирует параметры дыхания, сердечно-сосудистой активности, электрического сопротивления кожи и других физиологических параметров с последующим представлением результатов регистрации параметров в аналоговом или цифровом виде. Здесь у нас какие основные параметры снимаются? Во-первых, это дыхательные, два датчика их, два почему? Потому что кто-то дышит больше животом, кто-то больше дышит грудью, ну и для надежности, то есть они дублируют друг друга и получаются более надежные данные. В России методом инструментальной детекции лжи с использованием полиграфа занимались в основном в 30-й лаборатории КГБ. К 1979 году в СССР профессионально и официально это могли делать от силы 10 человек. Фундаментальных знаний получить было особенно не у кого, поэтому опыт приобретался методом проб и ошибок. А вот сейчас существуют специальные образовательные программы, по которым обучают будущих специалистов-полиграфологов. Исследование с использованием полиграфа позволяет установить биографические факты, которые имеют значение для принятия решения о назначении на определенную должность или о приеме на службу. Регулярно в Академии ВСИН профподготовку в учебном центре проходят сотрудники уголовно-исполнительной системы, чаще всего кадровые работники. Работа с полиграфом возникла в Академии в связи с тем, что сегодня проводятся психофизиологические исследования практически во всех силовых структурах. В том числе и коммерческие структуры проводят психофизиологические исследования своих сотрудников, например, при приеме на работу, если это требуется. С недавних пор обучаться работе с полиграфом здесь набирают и сотрудников других ведомств, полиции и следственного комитета. Процесс подбора сотрудников в эти ведомства особенно тщателен, в связи с чем существует необходимость готовить кадровиков, умеющих применять в работе детектор лжи. Сейчас для многих старшеклассников наступает та пора, когда они встают перед выбором, куда поступать и какую профессию выбрать. Молодые люди, которые видят себя в творческих специальностях, все чаще стремятся попасть на факультет дизайна и стараются овладеть необходимыми графическими программами. Это направление с каждым годом становится все более популярным. В Рязанской радиоакадемии работает кафедра информационных технологий в графике и дизайне. И на сегодняшний момент ее академическую базу можно сравнить с лучшими столичными вузами. В углу скелет на стенах анатомической таблицы на подиуме стоит гипсовое корше – изображение человека без кожи с обнаженными мышцами. Но мы не в мединституте, а на факультете графики и дизайна в Рязанском радиоуниверситете. Вот этот кабинет – это просто находка для студентов. То есть это единственный кабинет, который в Рязани дает возможность, даже начиная с оборудования. То есть они лепят на настоящем профессиональном станке. Именно здесь разрушается стереотип, что живописцев учат рисовать не только яблоки, пейзажи полуобнаженных натурщиц. Чтобы тело на рисунке не выглядело ватной куклой, художник должен знать все про скелеты мышцы. Для этого существует предмет пластической анатомии. Но прежде чем лепить бюсты для человека в полный рост, нужно выполнить задание по пластическому моделированию. А именно выполнить в лепке зерно в увеличенном виде. С этим заданием успешно справилась первокурсница Маргарита. И уже сегодня она демонстрирует свою вторую работу – натюрморт. Нужно придать какой-то живой смысл этой работе. И на самом деле это всегда бывает затруднительно, потому что мешают и какие-то собственные мысли, может быть. А когда ты в процессе уже начинаешь работать, чем больше времени этому уделяешь, тем больше отдаешься работе, начинаешь ее чувствовать, каждую деталь. Тогда она лучше прорабатывается. А в этом кабинете трудятся уже студенты второго курса. Сегодня пара по рисунку. Анастасия тоже рисует с детства. И при выборе факультета ничуть не сомневалась. Девушка знает, что творческая профессия ей под силу. Сделать что-то, рассказывать о своем мире, как ты его видишь. И меня это и привлекло. Поэтому я и решила выбрать графику, чтобы обучиться этому искусству, анимографии. И делать свои мультфильмы. Настя уже придумала свою дипломную работу. Она создаст мультфильм с философской тематикой на тему «Как появился человек». Использовать не образ Бога, а образ четырех стихий. Воды, огня, земли и воздуха. Как они создали человека. И как развивалась в дальнейшем жизнь. И о том, что если человек не перестанет уничтожать мир, то в следующий раз у нас просто не будет шанса появиться на свет вновь. Сегодня, чтобы стать аниматором одного умения рисовать, мало. Рисованных мультфильмов на экранах почти не осталось. Их место заняла 3D-анимация. Необходимые профессиональные навыки, будучи специалисты графики, дизайна и мультипликации, могут получить здесь, в Рязанском радиотехническом университете. Кстати, статус университета когда-то еще радиоакадемия получила благодаря созданию в стенах вуза именно этого направления образования. Не заметить проявление художеств в современном городе невозможно. Яркие, словно кричащие, буквы или картинки, нанесенные аэрозольным баллончиком или маркером, сразу обращают на себя внимание. Свежие примеры граффити появляются в Рязани ежедневно, как в центре, так и на окраинах города. И если раньше власти и сами горожане боролись с таким уличным искусством, то сегодня даже стены городских учреждений становятся яркими и содержательными. Вот три ежика, а вот последний ежик ушел с грибами, а вот грибы. Любимые герои советских мультфильмов и персонажи народных сказок. На стенах детского отделения городской больницы появились красочные иллюстрации. Их нарисовали 60 волонтеров из Рязани и Москвы. В работе использовали только экологически чистые краски, а все рисунки согласовали с врачами. Так граффити стало не просто развлечением, а настоящим лекарством от болезней. Из серого и невзрачного учреждения больница превратилась в интересное место, в которое малыши больше не боятся идти. Отзывы родителей, конечно, положительные. И если посмотреть, то есть места уже как бы ладошками, хотя мы обрабатываем, уже потертые. То есть их гладят, их ласкают зверюшек. То есть, конечно, в общем-то эмоции есть положительные. А положительные эмоции это улучшает и ускоряет выздоровление. На рисунках много мелких деталей. Это сделано специально, чтобы дети развивались и узнавали мир, даже когда вынуждены болеть. Обилие красок и персонажей помогает научиться считать, придумывать истории, узнавать цвета и многое другое. Есть даже интерактивные задания. Любовь к детям, искреннее желание помочь им скорее вернуться в садик или школу чувствуется в каждом рисунке. Мне очень нравится. Лягушка и петушок. Петушок? Чего тебе нравится? Разноцветные. Я люблю лесоки. Разноцветные. Мне неплохо петачок. А почему? Тебе нравится? Потому что у него петачка, красивый дом. Роспись стен добрыми рисунками становится популярным инструментом для сохранения здоровья детей, как физического, так и психологического. Подобные граффити все чаще можно встретить в детских лагерях, дворцах культуры, больницах и даже на стенах обычных домов. Милые и искренние рисунки не оставляют равнодушными ни детей, ни взрослых. А значит, поднимают настроение, помогают бороться с депрессиями и делают нас чуточку счастливее. Такой была эта неделя. Я напоминаю, что все новости вы можете также увидеть на нашем сайте. город62.tv Мы прощаемся с вами до понедельника и желаем вам хороших выходных. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ